Я мастер 2-го класса Олеся Александровна Казиханова, старший мастер цеха номер 6. Я мастер 2-го класса Максим Дмитриевич Сергеев. Я Королёва Наталья Алексеевна, контрольный мастер отдела технического контроля в цехе номер 3. За полтора десятка лет Наталью Королёву уже не раз признавали классным мастером. Её подчинённые проверяют качество прудков, труб и штамповок цеха номер 3. Я начала свою трудовую деятельность контролёром на участке горячей прокатки в цехе номер 3. Это было 30 лет назад. Потом освоила работу на других участках. В моём подчинении, в зависимости от смены, находится от 10 до 15 человек доверительные отношения у нас. И где-то пожуришь, где-то похвалишь обязательно. Особенно в конце смены я вижу, как девочки работают, и бывает им сложно. Бывают очень тяжёлые смены проходят. Чтобы держать ситуацию под контролем, Наталья несколько раз за смену посещает участки, на которых трудятся контролёры, проходят цех вдоль и поперёк по нескольку раз. Редко, когда шагомер фиксирует менее 10 тысяч шагов за смену. Она трудолюбивостью, щепетильностью доводит все порученные дела до конца. Можно быть уверенным, что сделает. Справится с поставленной задачей. Мастера на заводе трудятся с первого дня его истории. В 30-х годах они руководили возведением цехов в Подмосковье. В 1941-м они организовывали погрузку оборудования в вагоны и отправляли на Урал, в Верхнюю Салду. Туда же отправляли людей, которые уже на эвакуированном заводе давали продукцию для Великой Победы. Наши мастера открыли титановое производство. Участник выплавки первого титанового слитка Владислав Тетюхин был тогда мастером плавильного участка. Мастера – это основная боевая единица предприятия. Они отвечают за всё – за дисциплину, выполнение плана, охрану труда. Наталья Евстигнеева подтверждает свой первоклассный профессионализм уже в третий раз. Её стаж на ВСМПО составляет 25 лет. Десять из них в службе по подготовке инструмента. От того, как моя служба подготовит инструмент к работе, от этого зависит и ритмичность работы цеха, и качество выпускаемой продукции. То есть это своевременное оформление заявок, заказов, своевременное получение со складов, расчёт инструмента на производственный план, на месяц, на неделю считаю инструмент. Ну вот мне нравится эта работа. Она очень, так сказать, активная. Вот постоянно в движении. Что туда-сюда и по цеху, и в цехе надо, и на станок сходить. Мы постоянно обучаемся, и система 5С. И сейчас на предприятии у нас обучение идёт стандарт руководителя. В моём подчинении на сегодняшнее число – это 10 человек. Коллектив мужской. Все опытные люди, серьёзные. Все в коллективе подтверждают – присвоение мастеру Евстигнеевой классности – это закономерная и заслуженная награда за трудолюбие. Это мотивация моя личная, стимул к саморазвитию, к дальнейшему. Светлана Вензелева пришла на завод в 17 лет, сразу после школы. И сразу в 19-й цех. Начинала помощником маляра. Первый свой объект, помню, идеально – это дворец культуры. Наша бригада, наш цех производил ремонт во дворце культуры. Ставили меня красить окна. Работу закончила, к бригадиру подхожу. Я говорю, я закончила. Она говорит, пойдём посмотрим. Посмотрела. Ё-моё, на тебе ацетон, на тебе тряпку, и вперёд, и чисти. Вот так я получила первый опыт окраски окон. В 2006 году меня заметили, меня поставили помощником мастера. Но так как у меня не было образования, сказали, если ты хочешь работать мастером, то надо учиться. Без отрыва от работы Светлана окончила техникум. И сейчас она уже даже не мастер. Недавно назначили на должность заместителя начальника цеха. Звание мне даёт то, что мне доверяют, меня ценят, и они знают, что я никогда не подведу своё руководство. Негласно меня называют мамой ремонтно-строительного участка. Сколько людей у меня работают, я практически знаю про них всё. Надо просто любить свою работу. И я её очень люблю. Мастера на особым счету корпорации ВСМПО «Ависма». С 2005 года в корпорации таким сотрудникам присуждают звание мастер первого класса и мастер второго класса. В 2022 году это 176 мастеров ВСМПО. На «Ависме» проект поощрения лучших линейных руководителей запущен в 2013 году. В 2022 звание там получили 59 металлургов. Каждый год мастерское звание мастер второго класса подтверждает Олеся Казиханова. Олеся работает в самом сердце завода цехи электроснабжения на подстанции «Апрельская». Моя работа и работа нашего цеха в целом заключается в бесперебойном и безаварийном электроснабжении цехов нашего предприятия, а также в организации переключений для производства ремонтных работ, испытания оборудования, электрооборудования. Я пришла на завод в 1994 году по окончании нашего авиаметаллургического техника по специальности электромонтером в цех номер 6. И по сей день работаю, но уже старшим мастером цеха 6. В моем подчинении 8 электромонтеров и в оперативном подчинении 2 мастера. Я считаю роль мастера в нашем цехе, на нашем предприятии очень важна, потому что мы отвечаем за бесперебойное электроснабжение всех подразделений предприятия. И если какие-то аварийные ситуации, в кратчайшие сроки нужно восстановить питание. На завод пришел в 2000 году после техникума, пришел слесарем-ремонтником. В 2003 году поставили мастером, отработал, механиком по кранам работал, сейчас механик участка. Дело мастера боится. Это про Максима Сергеева. Максим руководит бригадой из 9 человек. Ему приходится одновременно следить за рабочим процессом на нескольких участках, контролируя ремонт различного оборудования. У нас несколько участков. Участок сборки, реторт, теплообменное оборудование, и станочный парк, и трубосварочный участок. Наш участок очень значен для производства. Изготавливают реторты и теплообменное оборудование, грузопатные приспособления, клещи. В подчинении получается 4 слесаря и 5 кранов щит. Строль мастера на производстве нужна, потому что если не будет мастера, то будет бардак, потому что рабочие не смогут сами себя направлять. Скажите, пожалуйста, какой строгий мастер? Ну, не знаю, как для кого. Все по-разному считают. На предприятие я пришла в 1998 году. Работала дефектоскопистом в смене. Затем я работала инженером по неразрушающим методам контроля с 2005 года. И в 2017 году я работаю контрольным мастером данного участка. Моя работа заключается в организации работ по проведению ультразвукового контроля на данном участке. То есть это своевременное выполнение этих работ, ритмичность выполнения этих работ и проведение ультразвукового контроля в соответствии с нормативной документацией. Это самый грамотный человек из всех мастеров, я считаю, так как она руководит, во-первых, 55-м цехом, довольно-таки сложный цех. То есть это человек, на которого я могу положиться 100%. У нас женский коллектив, все девочки разные, возраст тоже у всех разный, живем дружно. Здоровые отношения в коллективе – это залог успешной работы нашего участка и выполнения нашей работы. Больше тысячи мастеров работают в корпорации. Это люди, без которых не заработает ни один участок. Без которых наши прокатные станы, прессы и станки не изготовят качественные титановые изделия. Без которых продукция корпорации ВСМПО «Ависма» не отправится к своим заказчикам. Это люди ответственные, трудолюбивые, грамотные и самые классные. Продолжение следует...